сальник решил заменить передний сейчас сниму посмотрю задний уже глянул задний не подходит посмотрим что у нас передним сальником храповик на 41 головку взял съездил специально на 41 для его предварительно отстучал вот так съемник а 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 Так, здесь есть размер, это хорошо. 45, 64 на 8, сальник похоже то уже не родной, уже что-то подбирали. Пришло Картека, номер 150-30-309-B и вот размер указан 48.67 на 63.47 8 на 9. Вот такой вот сальничек. Смазка только на пыльничке. Ну что, вытаскиваю этот сальник? Сальник не дубовый, видать его не так давно меняли. Да, 45, 64 на 8, маркировка наша, с чего-то нашего подбирали. Оправочка на 64. И потихонечку его осаживаю. Конечно, по-хорошему бы его вдавить, но у меня такой низкой оправки. Хотя, хотя, уууу, отлично, отлично. Замечательно. Взял себе вот такой переходничок от Форсаж. Номер почему-то здесь, а, есть артикул 8206, это набор переходничков. И мне как раз надо, вот, есть с 3,25 на 1,2, и также есть с 1,2 на 3,25. Здесь с 3,8 на 1,2, с 1,2 на 3,8, с 3,8 на 1,4 и с 1,4 на 3,8 штука необходимая. Сейчас вот 3,4 головка под 1,2 вороток делаю и задавливаю. Вообще, шикарно, что подошло. Все, сальничек сидит на месте. А теперь шкив, наверное, почищу, подкрашу и поставлю. Маленько шкив обновил. Ставлю его на место. Чтобы по шпонке масло не выступало, я храповик посажу на лактайт. По кругу маленько намажу, он застынет и не даст маслу просачиваться. Маленько шипа. Я беру их на место. Маленько шип. Маленько шип. Аккуратно. Маленько шип. Маленько шип. КОНЕЦ Все, передний сальник поменял, теперь жду задний сальник. Пришел мне сальник коренной, пришло сцепление, ставлю кронштейны. И потом меняю сальник. Сразу наживлю новую подушку, резьбу смажу. Затягивать пока не затягиваю. КОНЕЦ С arteries КОНЕЦ 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 Здесь кронштейн я ставлю сразу вместе с подушкой, с этой стороны удобнее его потом напустить на раму, но гайку также я не затягиваю, потом затяну снизу. Хотя нет, гайку я затяну эту сразу. И также смазываю резьбу. Вот эту подушку пока не затягиваю тоже. Достаю сальник. Достаю сальник. Закручиваю саморез. Закручиваю. Так, ножка, монтажку не могу зацепить. И вытаскиваю сальник. Сальник уже выработан был, все, кромка у него сожжена. Это сальник с чего-то подбирали. Протираю посадочное. Беру новый сальник. Сальник фирмы Картека. Номер его 190-368-78Б. Размеры 98х43, 120, 05, 11 и 11. Почему такие размеры дюймовые? Сальник вот такой хитрый. Он с оправкой сразу идет. Устанавливать его тоже надо через оправку. Он идет как манжета. Кольца уплотнительного на нем нет. Смажу немножко коленвал. Совсем чуть-чуть. Оправки такого диаметра у меня нет. Поэтому я его осаживать буду старым сальником. Поехали. Поехали. Завожу оправку и сталкиваю сальник на коленвал равномерно. Думал-думал, как мне поджать равномерно сальник. И решил поставить маховик и маховиком поджать. Все болты мне не нужны. Я их просто наживлю. Не наживлю, а вставлю пазы. А двумя болтами крест-накрест подожму сальник. Сзади площадка на маховике ровная. Видно. Садится нормально. Равномерно сальник задавливаю на место. Вот и все. Надеюсь, что у меня получилось. И сальник я не испортил. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Чтобы остались обмотали. Возлютитесь на канал. Затем. Подписывайтесь на канал. Будет яйцать. Базили 온라ину. отлично плоскость сзади ровная села замечательно еще бы сделать проставочку и также ровненько его задавить сейчас что-нибудь подумаю попробую пластинкой сальник придавить не знаю насколько это удачная затея но попробую 4 болтами крест на крест на пластинку сальник 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 мяу сальник КОНЕЦ Вот по центру КОНЕЦ 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 Это краска, как это не краска, так герметик на сальники нанесен для уплотнения. Сальник металлический. Сальник ушел за кромку, теперь можно устанавливать маховик.